Я в аэропорту. Начинаем с вами наше очередное путешествие. В этот раз в Штаты, в Аспен. Я сначала лечу до Денвера 10 часов, а потом там еще до Аспена час. Вообще, конечно, немного переживаю, потому что я 10 лет не была в Америке. И почему-то все время есть такой стереотип, что туда очень сложно попасть, что там какая-то жесткая граница, что сложно визу получить. Поэтому это такой выход из зоны комфорта для меня. И все утро я хожу, нервничаю, ничего ли я не забыла. Я еще и по работе лечу. Еще я с этим огромным постером. Просто метровой трубой. Мне кажется, что все эти факторы вместе как-то трепают мои нервишки. Вот. Но пока что все хорошо. Я прошла все контроли. И сейчас пью кофе и жду свой самолет, чтобы спустя 10 лет снова прилететь в Америку. Только теперь уже в абсолютно другом статусе. В этот раз в Америку я полетела на конференцию презентовать свой научный постер. Он какой-то Юлия Гротова. Огромный. Я вообще не знаю, нужно ли было мне А0 печатать, нежели его еще тащить. Сейчас пойду спрашиваю научного руководителя. Может мне А1 напечатать, потому что он, конечно, вообще просто супер большой. Но вот так. Я очень рада. У меня есть хоть что-то, что можно показать. И я научилась печатать на этом монстре-принтере. Так что, ура! Давайте похвастаюсь. Смотрите. Он просто агроменный. Но очень красивый. Так, как его свернуть теперь? Я очень довольна своим постером, но там не все прямо в финальной стадии. И придраться, конечно, есть к чему. Например, вот этот вот график с картой, его можно было бы улучшить. В целом можно было бы добавить еще несколько вычислений в свой результат. Но, знаете, мне кажется, что лучший овраг хорошего. И, возможно, стоит просто отдохнуть, немножко настроиться на конференцию, чем добивать вот эти маленькие детали. Потому что никто, кроме вас, о них не знает. Эта планка высокая стоит только у вас в голове. А по факту людям важнее, когда вы презентуете постер, общаться с вами. И нужно как-то, наоборот, быть в ресурсе, быть готовым что-то рассказывать. И, возможно, не иметь идеальный постер, чем быть выжатым, как лимон, зато с идеальной картинкой, идеальными всеми циферками и точечками там. Потому что все равно никто не знает, как должно быть и сколько должно быть в вашей работе, кроме вас самих, ну и вашего научного руководителя. Сегодня, конечно, еще поработаю. Может быть, я напечатаю еще одну версию, но мне и так уже нравится. Я очень рада, что он напечатался. Я еще сомневаюсь по поводу размера, потому что мне кажется, что мне не разрешат такое взять в салон самолета, но у меня в один самолет включен багаж. А обратно в целом его можно не везти, можно его где-нибудь там оставить. Потому что напечатать новый, потому что в офисе повесить тоже не сложно. До меня как-то очень медленно доходит, что я наконец-то вылетаю. Прям не верится. Столько испытаний было. Но они еще не закончились, конечно, но сейчас полетим. 10 часов. Очень рада. Кстати, это все мои вещи. И вот этот рюкзак влазит в этот чемодан. Я просто достала, чтобы компьютером пользоваться. Постер. Мой красивенький друг. Этот прекрасный чемодан заслуживает минуту внимания. Тут написано Handle Without Care. Фирма называется Crash Baggage. Вот такой вот он очень красивый. Цвет Blue Lagoon. Видите, он как будто побитый. Мне кажется, это просто очень стильно и оригинально. У него четыре колесика, он крутится везде. Ручка, кстати, очень удобная. Тут еще есть замочек кодовый. Он, конечно, безумно красивый. Кстати, довольно легкий. Я просто счастлива, что у меня теперь есть классный чемодан, потому что у меня не было нормального чемодана вообще очень давно. Все мои чемоданы, они были какие-то старые или купленные там в ленте. А я довольно много путешествую. Соответственно, этой вещью я часто пользуюсь. И это постоянно вызывало какой-то дискомфорт. И вот апогеем всей этой истории было, когда я летела в Дубай из Питера. Я закрыла свой чемодан в ночной кладе, и у меня сломался замок. Там был такой же замок, как на этом чемодане встроенный, и он сломался. И мне было не открыть свой чемодан. И я была в аэропорту, и я была просто в панике, потому что часто бывает на досмотре просят, откройте чемодан, и мне там еще в Дубай прилетать. А у меня просто не открывается чемодан. И я просто там стояла в час ночи, пыталась подручными средствами взломать замок на чемодане. Кстати, мне получилось его взломать. Я перерезала себе все руки, чуть ли не разрыдалась посреди аэропорта от безысходности ситуации, но я взломала его обычным ключом. Так что не так уж это и сложно. Но, кстати, вот с этим чемоданом мой способ бы не прокатил. Половина полета прошла. Осталось четыре с половиной часа. Я начала спать. А до этого видео монтирую. Знаете, я наносила разными чудами, а то многие отвалятся. Осталось два часа. Вообще, не так уж ужасно. Я и поспала, я посмотрела сейчас. Очень странный вид. Называется Лас Найдвин Сохо. Очень странный вид. Я посмотрела, что там играет она Тейлор Джо. Мне показалось, вау, классное кино. Господи, просто какой-то фильм ужасов был. Два часа, и мы приземляемся. Господи, вау. Я в Америке. Все, я все прошла. Меня запустили. Господи, какое счастье. Тут такой аэропорт большой. Такое солнце яркое. Я сейчас пытаюсь поймать самолет, который пораньше удаст меня, чтобы не сидеть на 7. А есть еще один самолет в 6. Если на нем будут места, то меня туда посадят. Мне сейчас дали два талона посадочных. Один мой, а другой стендбай. Типа очередь. И если там будет место, я уеду пораньше. Этот аэропорт просто бесконечный. Я сначала стояла час в очереди на этот секьюрити. О, прикольно, самолетик смотрите. А сейчас иду уже просто Гиту. С ночом на поезде ехала. Иду, иду. О, мне кажется, я его вижу. Прикиньте. Ой, как вкусно пахнет. Смотрите, я жила яблоко в карамели. Но я вообще без понятия, как его есть. Мой мозг в целом без понятия, что происходит, потому что разница во времени большая. 8 или 9 часов. И у меня уже ночь. А тут типа солнце светит. Почему так ярко? Мне сейчас надо понять, посадят ли меня на этот самолет. Очень неудобно есть. Но очень вкусно. Кстати, постер на месте. Ирозита едет с нами дальше. Я уже запуталась сколько времени, сколько я уже не спала. Мне кажется, лучше даже не считать, чтобы не понимать, насколько все плохо. Я тут сижу на полу, заряжаю телефон и пью кофе. Меня таки посадили на самолет пораньше, что меня радует, потому что это сокращает дорогу на час. Мне очень приятно. Особенно после такой долгой дороги. Я только что заселилась в свой отель, который я делюсь со своей соседкой. Итак, внимание. Хотите просто обзор комнаты, которая стоит 500 баксов в день? Ну, на самом деле, тут просто все так стоит. Нельзя сравнивать с другими местами, но... Ну так просто. Что вы можете снять за 500 долларов в Аспене? Вот, собственно, комната. Там ванна. Одна кровать, другая кровать. Мне кажется, тут играет Star Trek. Плюс один. Это я. Там балкон, покажу завтра. И, собственно, ванна. Нет, ну, я бы дала этому номеру, ну, максимум, 150 долларов в день. То, что он стоит 500, это, конечно, просто специфика того, что мы в Аспене находимся. И тут все очень дорого. А я пошла искать пароль Wi-Fi и ужин, потому что я просто падаю уже. Я приехала на конференцию в Аспен, США.